Слушайте, моделька круто выглядит. Я не вижу ваши сообщения, они быстро мелькают, ребят, 175 человек. Всем спасибо, кто пришел, посмотрите, он выглядит очень круто. Если вы будете ховеряя на землю, флопывая его вверх, я не знаю, если вы будете стоять, ты знаешь, это ФлориДи, ты можешь просто... Да, точно, это часть своего лагеря, мы хотим его просто перейти, да? Он классный с этим. И это он, он парит, он не бегает, он парит. Это уже круто. И модельная команда очень много работы в эти кристаллы, так вы увидите их в его амбилитиях, но он же не имеет характера, который был вверх. Так что артист, который работал на этом, был Крис Кунер, и он вроде как... Когда он работал на предыдущем модели, я думаю, это был Кокол. О, он с двух рук стреляет. С двух рук стреляет, он подкачанный. Он подсушенный, Сусанна, подсушенный. Так что лагеря просто перейдет в кристаллы, и он реально, эээ... Азиатское мордое условие, и это просто работало так хорошо. Да, Марк на концепте, и Крис на модели. Объяснительно сгибают эту кристаллы. Красивый, красивый человек, Маркер. Мы не видели свои амбилиты. И в первую очередь, я думала, что он с левой стороны. Нет, нет, он использует их. О, смотри! Конечно, конечно. Он стоит. И это кристаллы, которые он стреляет. Да, да. Смотри, вы можете видеть на самом деле кристаллы, без амбилитов. Да, потому что с двух рук, видимо. Это очень красиво. Это из-за этих ванцов, которые были с Смайлами, когда с часами прошли. Потому что Скинс это было с Афро, я думаю, это первый. Да, да. И теперь мы будем ставить его в душе. Да, да. Да, это круто! Если мы сделаем, как мы сделаем, то мы попробуем его проделать на следующей части. Что мы хотим сделать с этим человеком, это, потому что мы хотим сделать ему немного не комфортно смотреться. И часть с этим было его пропорции. Он имеет немного экзагерации в пропорции. И мы не сделали достаточно, где оно было супер-классно. Не-не, моделька достойная. Я думал, она будет гораздо хуже, чем вот этот арт, который всем показывает. Но выглядит очень круто. Я думаю, что это работает очень хорошо для этого человека. Это сутило. Это связано с ощущением, как лиркинного хрена, который я уже говорил. Да. Он говорит, что он очень аттрактивный. У него есть эти фасчетные фасчетные характеристики и тело. Но когда вы его изучите, вы увидите, что его ноги и ноги более длиннее, и они превратились в такие страшные крючки. Крылик-крычки мыши, да. Но демон, он типа... Они воплотили его темную сущность, как они говорили в его внешнем виде. Поэтому вполне... Словянского у него набедренная повязка с символом. Это очень особенный голос. Да, это правда. Да, это правда. Он очень известный голос-актор, который голосовал Тернабог. Он очень известен для его работы в серии «The Witcher» и в фильмах. Он также был в многое телевизор и фильмах. Он появился в «Банды братьев», он был в «Каптан Америка» и очень классный фильм о драгонах, называемый «Реина Фира», который я обязательно буду посмотреть. Да, это не так. Мы уже говорим о голосах. О, да, большие коллаборации в нашей лоре, с Иоаном, и с голосами. Мы говорим о голосах. Да, да. Тина – это как голос-актинг-нетворк «Кинг-пин». Она, как лучшие друзья, с большим голос-акторами. Мы будем говорить. Я извиняюсь. Тина – это прекрасно. Поехали. Ты даже можешь быть так хорошим, как я. Нужно. Я не знаю, что. Это учитывая. Я, конечно, не знаю. Я самый лучший. Осторожай в каждом злухом. В каждом зоне вреда. Потому что я везде. Я видел борьбу с моим братом. И это было как «Надо и день». Ну, буквально. Я придумал «Надо и день». Прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно. Да, много раз мы ходим на поверхность, и что-то такое. Да, мы с Богом хотим взять это. Да, я был в акценте с Тиной, и он начинает идти, и это просто просто натурально. И это просто вот так вот. Это то, что мы хотим. А это не так? Нет. Это просто немного глубже, поэтому он чувствует немного супернатурально, но он еще очень четвертый, он не смешно, как монстр. И ВВП-достойный, ВВП жесткий вообще. Базовая атака бить, блин, охотника сделали могли и мага. Не-не, хороший, хороший, я рад. Мои мэны это АДК, поэтому очень круто. Так, Манфрик, они же сказали, Белобок нужен, чтобы был баланс, типа, ну, в лоре вот в этом. Поэтому у них будет и Чернобок, и Белобок. То есть Белобока в любом случае когда-то сделают. Они уже об этом мечтают. Все-все сказали. О, хорошо. Это очень круто. Давайте сделаем. Это необычное, потому что... Ну, для некоторых случаях... Я все переживал, что моделька будет херово. Я не изучал ничего о Чернобоке, типа... Мне как бы не очень интересно. Я видел его картинки, Артас, книг и всего такого. И я расскажу тебе, что мы будем называть от этого. Мы можем на Паун ховер его. Нет. Ну, мы будем ждать после этого. Он хочет назвать его. Я хочу на Паун, чтобы показать, что люди, которые смотрят в доме, у них есть специальный меш, и они... Я думаю, 5 секунд. О-о-о. То есть вы можете смешать теги? То есть вы можете смешать теги? Да. Да. О-о-о. Слушай, я играю в эту игру не чтобы лору изучить. Если бы мне интересна была история богов, я бы ее отдельно бы изучил. Тем более, мне нравилась египетская когда-то. И я посмотрел там всякие документалки и почитал то, что мне нужно было. Да. Они маленькие, они маленькие... Играть в смайт ради лора. Это игра в первую очередь. И мы здесь за игрой, а не за лором. Да. Он стакает. О-о-о. Он стакает урон. Он стакает урон. И вы сможете начать в лейт-гаме. И вы будете получать теги очень часто. Что ты называл это? Что я называл это? Да. О-о-о. Я бы сказал это. О-о-о. Я бы сказал это. Да. И что очень круто, это сейчас хунтер, который действительно получает отрабатывать успешные атакы в кругу. Это... Это... Это как раньше был Golden Bow, если кто помнит такой артефакт. Это, видимо, работает почти так же. Я не успел прочитать пассивку, сорян. Я смотрел на... Залипал на видос. Да-да. Третья... Третья атака, это ОЕ. Они сказали что-то про скорость, но я не вижу, чтобы она набивалась. Я вижу только взрыв. Ай, Джей. Что это делать? Так, эта атака — это рейндж-сиркл-атак. Кристалл-атак. Рейндж-сиркл-атак. Давай. Третья атака по одной цели. Нет, не по одной цели. Третья атака дамаг наносит ОЕ. Они обзрывают их урон, потому что это здоровое, чтобы обзорвать хорошего и плохого. Так вот, здесь у нас эти кирсы превратились в области. Это рейндж-сиркл-атак, который он вважает в front of him. Он обзорвает на импакте, а потом он обзорвает там немного, и потом он обзорвает. Долго взрывается, заметили? А это рут? А, она когда взрывается, она рут наносит. То есть он кидает, наносит урон, и потом она еще рутит. Так. Беру скилл рут. И если кто-то внутри, они рутят? В конце. Интро дает дамаг, аутро дает дамаг. И дает дамаг, и дает дамаг. Массовый рут у АДК. Эффекты, да. И моделирование работало на кристалле. И это очень круто, и аудио тоже. Если вы слушаете, то вы можете посмотреть, что вы можете посмотреть. Сейчас посмотрим, и тогда скажем. Долго, очень-очень долго, да. Так, эта область имеет очень хорошую синерги с его следующей областью. О, хорошо. И что это? Это широкий и длинный пирсинг basic attack. Он не имеет никакой дамага на себя. И потом он уничтожил рут. Он бафает себя на скорость атаки. И еще и дамаг наносит. И еще и дамаг. И еще и дамаг. И еще и дамаг. И еще один урон. Кристаллы очень круто втыкаются, кстати. Кристаллы очень круто втыкаются, кстати. И можно как-то уничтожить путь, которые люди не хотят пройти. И они получают много флексибилдии с двумя, что очень уникально. И одна вещь, которую пирсинг сейчас, это, в самом деле, это базовый атак, и это стакан в паси, и он втыкает эти кристаллы. Ооо, это делает? Да, точно. И не только так, но как и спонсорка здесь, она может рутит? Разве и рутит, по-моему, не рутит? Да, это рутит. Да, это рутит. Но она еще и ретует. Это, кстати, очень редко угрозный атак. Да, но это базовый атак, кроме того, что это не влияет на базовый атак. Ни этого не влияет на нас. Но это не влияет на нас. Да, это, кстати, как уровень, как уровень 1-лайн, это довольно подразумевает, потому что это же самое, очень круто, как на пианино, это интересно. Я знаю, что это было на пианино. Да, это было на пианино. Так что, одна последняя вещь с темой, это спина, то можно увидеть, если панк будет светом, а потом светом свет светом он светит быстрее, и есть немного когда он светит на базовый атак. Да, у него нормальный базовый атак, у него руки с пальцами с пальцами, и я поставил на пианино, и он немного широкий с пальцами. Да, у него вопрос, ну да, да. Да, я имею в виду, это 1-2 комбо, а потом он будет на пианино, а потом он будет на пианино. должен быть. Он вроде как в стены там втыкается, вставляется или проходит. Это дэш. Это дэш, мы видим. Он увеличивает дамаг и замедляет. Ну, я люблю это. Мы знаем, когда кастеры любят им, это делает вашу работу легче, Ну, я просто делаю это для кастера, а я не могу сказать эти имена. О, мы не должны бы называть это «Вирллэнда шаду и дэш». Да. «Вирлэнда шаду и дэш». Я люблю это. Хорошо, это дэш. На линии очень круто будет стоять. Дэш тоже урон наносит. Да, маны много будет потреблять, в любом случае, трансу собирать. Ух. Блин, как круто сделали. А перемещаться нельзя, да? Воткнулся в стену, туда, куда воткнулся, или просто вонкнулся. Хорошо, после времени или когда вы выстрелите, вы выстрелите, Вы не сможете. Сейчас будет немного слишком много. Да, это просто сделает шок, потому что они будут думать, что, вон, на секунду, вы можете просто сплотить в дэш. Так, эта способность, вы можете получить немного большинство высоток, по-другому, при использовании снизу, вы можете идти дальше, или вы можете ударить в дэш. Но большая часть, это использовать стены, чтобы эвэйдить. То есть, вы можете видеть, когда он идёт к стене, что его выстрелит, прикольно, то, что он тенью становится такой плоский, типа, даже жутковатый, что ли, немного. Два раза нельзя, но два раза нельзя, да, два раза нельзя. Третий скилл, очень круто, очень сильно выглядит. И в стене не везем. Да, да, это понятно, иначе это. Это очень сильная способность, но, когда он начинает играть вокруг него, и выстрелит, то, что он будет делать то же самое подобное, что он будет делать подобные паттерны. Обычно, он массовый, у него куча массовых атак, все, блин, все атаки его массовые. Да, враги могут его, враги, когда он в тюрьме, если он останется там слишком долго. Да, да, этот дэш, типа, вот так. Эта область очень веселая, ты можешь дешить в игре, который создавал деплойки. О, ты можешь? Уже час двадцать. Уже час двадцать. Да, я шучу. Я не знаю, не знаю, там, но я не прочитал, не успел. В три на три, кстати, карта узкая. Можно использовать Кабракин, вы можете использовать Кабракин Фат Локи. О, Господи, это не так. Это должно работать, это должно работать. Да, это должно быть. Угу. То есть, он в созданной стенке тоже будет тыкаться. То есть, против Тора, против Кабракана, против Эмира. Все, стена разрушилась, и он появился, я понял. не, время есть, вон, секунды три. Он и в Одина в стенку вылетает. Жестко. Ульту Один воткнется, воткнулся, да. Пройти, пройти сквозь стену он не может, да, но залипнуть, как бы, спасти себя, он может. может, он может встать на стенку, чуть-чуть, пока он улетает. Это не очень далеко, я думаю, половина дистанции. Будет в статуи Медузы вылезать? Будет, конечно. Если его видно не будет, то это жестко, это как инвиз будет приравнен. Если он будет видеть его, но будет неуязвимым, то тоже жестко, но не так, как могло бы быть. Жесткая будет мышь жесткая. Долгой секунды две, да даже, наверное, чуть побольше, я думаю, секунды три. У него есть несколько улучшительных, но он имеет немного дополнительной улучшительности. Но он еще имеет значительную улучшительность, но он еще имеет значительность. Давайте ульт. Покажите уже ульт, что у него зовут. Глобальный. Глобальный ульт у него. Дмэш Митикейн увеличивает скорость. Шадоус лоу. Еще один взлетающий бок. Ага. Это типа как фантом лансер из доты, я так понимаю, он создает копию. Так, они урон не наносят клоны. Жесть, да он может куда угодно, да, прилететь. Да, да, это как фантом лансер. То есть он создает клонов, как спектра, да. Не фантом лансер, как спектра. Создает клонов, вылетает в клона, получает ускорение атаки. Слишком жесткий, вообще жесткий. Он никуда угодно, ну тень создается, я так понимаю. Жесткий ульт, вообще жесть, он по всей карте может так перелетать. Спасибо за подписку на арте. Спасибо, ребят, за подписку. Да, ну это вообще жестко, как-то жестко. Так, титану не долетит, наверное, титану не долетит. Я так и не понял, он когда взлетает, он у всех копию создает, да, клон? Не-не-не-не, невидимых богов, он по всей карте перемещается, глобальный. Написано же global. Типа, по всей карте он... А, нет, урон по приземлению вроде как... Не, не наносит, не наносит. Он себя бафает. Выглядит поэффектнее, согласен. Это мидер, который всегда успеет. Видно, например, у нас в лобо... У нас в лобо идет вот эта телепрессия, чтобы помочь убить, как Афина, но быстрее. Да, как Афина, но быстрее. Знаешь, как он не больше для ассасина, он такой гибкий, гибкий АДК, короче, получился. Он может и на АДК постоять, да он в джангл, может, у него, как бы, есть контроль. Он может рутить, он может прятаться, быстро перемещаться. Но он может и на АДК постоять, да? Нет, он должен идти к врагу. Да, и он должен идти к врагу, и потом... Да, да, он может. Он может, да. Конечно. И тогда он не делает ничего врагу на врагу. Да, да, тень появляется только у богов. Какой баф с ульты? Я увидел только увеличенный урон и увеличенную скорость атаки, там еще что-то было. На арене он бессмысленный вообще бы. Да, да, враг как у Спектра в доте, и кто не видел, появляется копия, и враг ее видит. Но они-то не знают, куда он приземлится. Вы увидите прямо здесь, что каждый шаг делает на АО. Боже мой, он умерший Анасол! Я тебя умерший Анасол. Это очень умерший Анасол. Это очень важный удар, он делает все вещи, а умерших. Это действительно, если ты играешь против Чернибога, это как та новая ощущение, но и лучше. Если ты с низкой холл и пытайся где-то где-то, лучше бегать. а он третьим бьет во время ульты кстати вышка не видит его так он может под вышку прыгнуть спрятаться в ней дождаться от кота как он тяги со сколько там но если у него пару секунд будет оставаться раньше добавлять базовым атакам но и видимо вот это у яшный урон да это как как будто golden ball но все это новое моего банить будут вообще по кулдауна спасибо ребят можно полить он всегда к лицу подлетает я бы не сказал что это минус он только к урагам летит да то есть кстати не показали здесь же нет на карте своих что там баланс да но там еще циферки еще не понятно видишь какие будут у него может быть по цифркам будет все так не получится можно будет комбу мутить типа чтоб ногс в него влазила он вместе с ногс прилетал туда же афина будет прыгать баланс имба ну слушай все новые новые боги будет очень непривычно просто против него драться так не маккс мальков хи 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 если ногокс не вылезет он влезет в стены но ничего не будет Числи преследователей. Да, да. Урона ульты нет, но дается баф. Он будет жестким в лите. Вообще в лите просто будет жестким. В замесах во всяких. Добивать будет только так. То есть, грубо говоря, получается, убежать не получится вообще никак. Он тебя в любом случае увидит на ульте и прилетит к тебе. Да, точно. О, мы обязательно делали это и играли это несколько раз. О, абсолютно. Это как фаллоса Аполлоса, где у Аполлоса еще дольше. Но ты боишься, и ты пытаешься ультить, и ты думаешь, что это даже не было близко. У меня не было много времени, чтобы уйти. Я умер. Это может случиться здесь, конечно. Это для игроков, когда вы начинаете играть. Так что вы ультите вперед. Да. Он будет в пермобане, потом его понерфили, потом опять баф. Ну, посмотрим, Векс. Может, там цифры будут маленькие, может быть, он будет слабенький. Да, это да, Аполлоса. Да, Аполлоса. Это любая мягкая вещь для Аполлоса. Ооо, это очень круто. Да, это действительно круто. Все, это очень круто. Да, это очень специально. Мы даже с вами наше передоохновение, верно? Да, да, да. Мы хотели... Многие, когда вы делаете Аполлоса, и вы пытаетесь найти красивых... А, да, это очень отличный от оригинал. С этим мы получили очень уникальную возможность сделать инверсию, и мы думали, что если мы просто взялись твердые части и сделали их белыми, а затем твердые части и сделали их твердыми, как это выглядит, и это было очень круто. Да, все выглядит супер криво, я не хочу видеть этого человека, это отличный цвет. Я думал, что здесь тоже есть мастерский скин. Да, я думаю, что это... О, он тоже будет иметь мастерский скин? В同ом патте она имеет мастерский скин. Да, 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 мы работаем на это в течение времени. В команде Бен очень хорошо, и это, что я говорю, мы начнем. Вот, Влад, а ты в розыгрыш не будешь участвовать? Я люблю ровную твердую часть, он действительно, как, падает от стены, и ты реально можешь это сделать. Я скажу, что будет много фанатов, которые будут упсотнены, потому что они имеют, как, мини-геймы. И они не стали париться и сразу запилили ему легендарные скины. Да, это было бы, но они могут показать, что они первые Даймон-чернерболы. Они будут вообще-то выяснить это, предпочтения. Да, это правда. И никто не может видеть, что это Даймон-чернерболы. Теперь ты реально можешь это показать. Спасибо за подписку на арте. Спасибо, спасибо, ребят. Они просто выглядят так красиво. Да, они реально обменят друг с другом. Спасибо за подписку на арте. У него анатомия с кристаллами и кристаллами. Угу. 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 Угу.